ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, всем привет! Кто-то подумал, зачем он катается на велосипеде? С головой что-то нету. Нет, друзья, все, кто с головой? Это я показываю, что велосипед рабочий. К чему я это веду? Этот велосипед, это моего сына. Я ему покупал, но он уже с него вырос. И мы купили чуть больше. Ну, сейчас редко, но ездим на этом, на побольше. А это для подростков, тоже скоростной. Ну, что тут, сиденья поменять надо. Такое, можно и колеса, ну, сами покрышки поменять, износились. Ну, а так нормальный рабочий велосипед. К чему я это веду? Кому из вас надо, у кого есть дети подросткового возраста, придите, пожалуйста, заберите этот велосипед. Он нам не нужен. А у вас, может, у кого дети есть, подросток, и вот горный велосипед пригодится. Мы отдаем так, бесплатно. Нам он не надо. Я его с одного места в другое переношу. Уже второй год, по-моему. И он, ну, как бы, невостребованный этот. Поэтому кому надо, кто тут недалеко, чтобы недалеко ехать, придите, пожалуйста, заберите велосипед. Ну, и этот еще ездим. И то тут с педалью проблема надо сделать. Ну, бывает, я так езжу, или сын. Не часто, но ездим. Короче, вот так, кому надо, пожалуйста, номер телефона уканали, позвонили, договорились, приехали, забрали. В любой день, в любое время. Горный велосипед. Просто так, не надо ничего, не давать, ни три копейки, ни копейку, просто отдаю, и все. Не надо вообще ничего. Заберите, он мне реально мешает. Его с места на место перевожу. Он и так уже ржавый, потому что стоял. То там подожжем, то там. Поэтому вот так. Сейчас покажу вам полностью все три выводка. Поросят. Один опорос, второй и третий. Там, кого пришлось откинуть, кого выкинуть, кого туды-сюды. Также сегодня звонил Саня. Утром. Ай, у нас жара. С утра позвонил Саня, где-то в полседьмого утра. Я удивился. Смотрю, звонит. И сбросил. Ну, думаю, наверное, на счету нету, перезвоню. Перезвонил Сане. Говорю, что такое? Слышу, языком еле ворочает. Ну, короче, бухой в дрободан. Что-то мне рассказывает, рассказывает. Говорю, а как же ты, что? Говорю, там не дома. А где твои, ну, детвора, где? Он говорит мне, да я в школу их отвел. Я ему говорю, так сейчас летние каникулы, какая школа? Да там разберутся. Короче, друзья, звонил, бухой, бухает. И так мы, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, то-то-то-сю. И он говорит, а у тебя же там работы еще много. Надо много чего заканчивать. Я ему говорю, эй, нет, Саша, нет. Нет у меня работы. Все, что можно было, где нужна была помощь твоя, мы уже все сделали. А сейчас там сварка такой, все, я сам сделаю. Не, говорю, не надо уже работник. Говорю, не надо, Саня, не надо сюда ехать, не надо сюда планировать. К чему я это сказал? Потому что у него в мозгу есть запасной вариант, то есть как запасной фронт. И он там уже начал вести разгудную жизнь. С целью, что типа как бы там не было, если что, назад вернуть. И я думаю, сразу надо концы рубать, чтобы он брался за голову там, устраивался на работу и начинал серьезно думать. Я ему сказал, что спасибо, я тебя там нанимал, заплатил все деньги, как мы договорились, дал еще сверху премию, не досчитал те дни. Я с тобой полностью рассчитался. Спасибо, Саша, не надо. Там осваивайся, там остепеняйся, вставай уже на серьезные, так сказать, на свои ноги. Организовывай семью. Двое детей, это же не шутка. Ну, короче, вот так. Он говорит, а мы что-то поссорились вчера, я так понял, он вчера вечером ушел, насколько я понял, а только утром что-то туда лезет. Уже готов. Это где-то всю ночь на я разбухал. Но дело не в том. Ну, а такой был звонок от Сани. И я ему то сказал, что мне не надо работники, мы все сделали. И он бросил трубку, психанул. И все, после того не звонил. Вот так. Пецаки, пецаки, пецаки. Так, по этим поросятам. Эта свиноматка у нас опоросилась, получается, 7 или 8 дней назад, точно, ну, надо смотреть. 7 или 8 дней назад, или может быть даже 9. 15 штук. Одного придавило, осталось 14. По истечению 6 дней, смотрю, один уже, это 6 дней прошло, один поросенок, вообще без силы, ну, то есть, даже сил нету добраться сюда. И два таких, ну, тоже вяленьких. Почему такое произошло? От того, что у нее 12 сосков. А поросят, а поросят у нас было 15, минус 1 она придавила, 14. и, короче, они не давали, которые сильнее поросята, свою сиську не давали, тем другим, и получалось, что те только лезут, их откинут, только лезут, их откинут, те, которые покрепче, те, которые пошустрее, так сказать. И я смотрю, один уже вообще, такой вяленький, слабый, что она их кормит, кричит же, шрогает, а он ползет оттуда, с под лампы ползет, и фил не ма даже доползти. Пока доползет, она уже встает, уже покормила. И два тоже таких было, ну, слабеньких. Я, короче, думаю, буду этих откидывать, потому что, думаю, 12 сосков, поросят много, и так у нее молочность, у дюрков не очень, и сама молочность слабенькая, и молоко нежирное. То есть, она выкормит, ну, штук 5-8, ну, максимум 10. Короче, вот так. И я позвонил знакомому, и говорю, что так и так, мол, хочешь, я тебе отдам, там, двух-трех поросят, покорми из соски. И этот знакомый приехал, сразу, через час, куда ты вот улезешь? Через час приехал, и забрал у меня трех поросят. От того, вялого я отдал, всех кабанчиков. Трех кабанчиков. Вялого отдал, не знаю, что там, и двух таких, более-менее нормальных. А у него, оказывается, на второй день после этого, поросилась тоже свиноматка. Сколько поросят, я не спрашивал. Ну, то есть, я так понимаю, двух, которые поживее, как он мне объяснил, он подсадил под свиноматку, она сразу начала кормить их. А того, сильно вялого, но крупного. И, говорили, что дочка из соски будет поднимать, а там, если что, подпустят. Как там дальнейшая судьба, это было дня три назад, наверное. Дальнейшая судьба, я не спрашивал. Увижу, подъедет ко мне. Я с ним поговорю. Мне самому интересно, думаю, не буду звонить, спрашивает раньше времени, пускай пройдет там, хотя бы, неделька, чуть больше спрошу потом, как там те поросята. Короче, от этих я трех отдал, и одного продавила. Так больше все живые, никого больше не давила, а то только одного. Это свиноманка. Опоросилась 16 штук. Сама опоросилась, вообще меня не было, и мы, это было, я так понял, ночью под утро, поэтому прозевали, она опоросилась сама. 16 штук, два вышло в мешках, и отошло, понятно, их никто же не размотал, от этих мешков, от плевы. И оставалось 14. Двух поросят, ровно в сутки, им было сутки, двух поросят, она как-то придавила, умудрилась. Но она сильно тучная, и это как бы, тут ничего такого страшного нет. Я это сам понимаю, она сильно огромная, и сильно тучная. Она даже не хочет этого делать, но она разворачивается, крутится, и так неуклюжа, ну, короче, и сейчас вот я подошел, она уже, ну, настороже, хрюкает, кричит, может сейчас на меня даже и кидаться. Ну, такая, афиноматка агрессивная, за своих деток переживает. Поэтому, короче, было 16, сразу минус 2, 14, и еще два минус. Я их вынес, хотел закопать в навоз, и просто кинул на мусорку, смотрю, а собаки через час уже и забрали, их нету. Короче, два еще минус. Итого, сейчас у нас 12 штук. Вот этой свиноматки, хорошее молоко, много, жирно, и поросята у нее крупные. Это поросятам сегодня только идут третьи сутки. поросята. Хорошее, крупные, да, Машка? Хорошее, крупные, но я их сюда перетаскиваю, вот сюда, в отдел, тут, и лампа у меня, но все равно они сюда не идут. Вот так. Это, что касается второго опороса. Как бы ни было, я понимаю, ну, бывают плюсы, бывают минусы, знаете, и расстраиваться, это, ну, так есть, это, такое оно и есть. С поросятами не всегда, если вышло 16, то 16. Но! Кан порой! Вот уже, не всегда они будут живы-здоровы, поэтому, ну, что есть, то есть. Пока он 12, надеемся, что, может, с этих что-то останется. А вообще, в будущем, на следующий опорос, я ей полюбасику уже буду загонять в станок. Ее, всех моих крупных, дюрков тоже в станок, а первоходки пускай так. Она пока была, вот, до пятого опороса, более-менее нормальная. А сейчас стала огромной. Ей лечь, это целая история. чтоб лечь, то есть, хорошо, что они там. Она быстрее ложится. А когда они вокруг нее, и она ложится, то есть, очень-очень опасно. Может, двое, у этих два поросенка спало рядом, там она просто лягла, и все, отец спал. то есть, вот так. Ну, она их не кормит, потому что, уже покормила. контурята скоро пойдут на новый сарай. Так, каштанчик, на, сейчас каштана отвлекаешь, на, каштан. Отвлекающий маневр. Каштан у нас разбил корыто. Каштан у нас буквально у Машки, сделай отъем поросят, заберет, заберем поросят у Машки через месяц. Каштан покроет Машку и еще, не знаю, дюрчику. И будем его кастрировать. И буду ставить его на отпор, подкормлю чуть-чуть, до Нового Года, а перед Новым Годом, где-то в ноябре, спустим на копчение, закоптим. Вот так. Так что, вот у каштана такие дела. А себе я вместо каштана пока оставлю чистого дюрка с этого выводка, которым 7 дней или 8. Она поросилась, получается, там 4 свинки, а то все были 4 свинки и 11 кабанов. Это когда было 15? Потом она одного придавила, и а то остались все кабаны и 4 свинки. Так что, свинки все заказаны, а по кабанам свободные есть. Кому надо, можете позвонить, записаться. Я их не кастрировал, оставил, может, кому надо, попродаю, а что останется, то кастрирую и заберу, себе на откорм поставлю еще. Так, ну а эти тоже опороз, порозы дюрок. Это им получается месяц и неделя. Ну, растут, поносов нету, еще поднимем их пару недель, и потом я начну вас набирать, кому там забирать свинок по заказу и кабанчиков. То есть, вот так. Они, я уже их перевел на полноценный старт, все уже без предстарта на старт, но старт еще не даю 25%, даю меньше и по чуть-чуть, по чуть-чуть увеличиваю. Вот так. Качок, 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 давай, качи, 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 качи. По сараю, друзья, также, что за ролик, если не покажу, как по сараю, что по сараю сделали. По сараю наготовили уголок весь перебрал и перебрали все трубы мелкие, которые пойдут на клетки, на передней части. И так как я говорил о цинковку, о цинковку, только о цинковка толщины больше миллиметра, советская еще хорошая, мы покрутили на низа, на нижнюю часть. Где не хватило, там металлом забили, но он тоже металл был толстенький, хороший, мы все покрутили на саморезы. То есть получилось жестко, хорошо и отлично. Единственное, что не хватило металла, вот именно на вот эти четыре перегородки, на вот эти кусочки, я туда покрутил шифер. Плоский шифер покрутил, и когда крутил шифер, когда его уже покрутил, все, посмотрел, проверил по крепости, можно было вообще не металл, а крутить плоский шифер. Вот таким образом, вот как шифер покрутили, и так само везде. Ну, здесь я арматурой надаваю, то есть низа, клеток, нижней части готовы. Теперь мне надо заказывать металл на эти, на продолжение, то есть выше сделать там три буквально горизонтальных прутка, ну, 20 на 30, наверное, профиль пустим, квадрат, профиль, квадрат трубу, так пойдет. А на передней части, на двери у меня есть, а на вот эти вот двери есть, грубо говоря, почти все, а на вот эти части, вот дверей сюда, с тех вот трубочек буду варить. Уже сегодня я хочу начинать варить переднюю часть, я вчера хотел, но мне вчера надо было уехать, а сегодня с утра ездили сына, возили, оформляли на учебу дальше, будет теперь он у нас слесарь, газосварщик, короче, три профессии, ну, надо учиться три с половиной года. Короче, вот только приехал недавно, поэтому, думаю, сниму ролики, сейчас мне надо еще поехать в ветаптеку, там кое-что прикупить, потому что придет ветврач, будем купировать хвосты, кусать зубы тем белым поросятам, тем повторно ставить железо, ну, и так, короче. Я смотрю, что если мне сейчас чуть-чуть поджать, поднажать, я успею перевести своих вот этих самые главные, что у меня будут опоросы, это шесть свиноматок, где им негде пороситься, я их переведу сюда. То есть, я успею, им пороситься, получается, конец июля, там, кое-кому, начало августа, и я успею их сюда перевезти. То есть, я, грубо говоря, уже это в мыслях есть, и так как бы не сильно спешу. Ну, спешить-то мне надо, доварить клетки и воду, и воду сделать. А там уже даже они здесь, я там такое мелкое может тут одевать. То есть, успею, успею, думаю, успею, все будет нормально. Я просто, что по... Вот мне надо металл покупать, я не покупаю, мне надо там то купить, тоже не покупаю. Я хочу и собираю сейчас деньги, и допустим, мне нанимать рабочих тоже смысла нету, мне надо собрать деньги, максимум, сколько я могу, чтобы закупиться по уборке полностью зерновые. Если я зерновые куплю, я буду год до следующей уборки. Не переживать кормить свое поголовье и не переживать не суетиться, ой, что мне делать, как ставить на откорм, чем кормить и так дальше. Поэтому вот так. Поэтому как бы понятно, можно и кого-то нанять, раз, два, все за неделю сделаю, да и все. Не, я сам своими силами, ничего страшного. Сделаем все своими силами, не спеша. Тем более хочется и то, и то, и то еще купить зерновые. Поэтому как бы зерновые у меня на первом месте и сарай тоже, ну, как бы, успею. Ничего страшного, самое главное уже есть. Понятно, все ждут. Давай уже запускаем новый сарай. Запустим, друзья, будет ролик. Запущу и сниму ролик, как буду сюда запускать. Ну, а верно, я думаю, первого надо сюда запустить каштана. Пускай он тут походит, все понюхает и где-то его в клетке оставить. Ну, а тех уже следующих потихоньку по одной переводить. как они сюда пойдут. Ну, думаю, нормально пойдут. Вот так. Все, спину почухал. Всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok